День открытых дверей Саровский физико-технический институт проводит два раза в год. В ноябре ВУЗ приглашает на экскурсию саровских школьников, а в апреле привозят ребят из других городов. На месте они могут разобраться во всех деталях поступления, узнать, что ВУЗ предлагает иногородним студентам, расспросить тех, кто уже учится в САРФТИ и познакомиться с преподавателями. К нам приехало примерно около 300 человек из разных районов Нижегородской области, Республики Мордовия, из Кстова впервые приехали, из Перми, Серпухов у нас здесь присутствует. А так, в основном, все основные – это Нижний Новгород, Арзамас. Все гости Дня открытых дверей заявили о своем желании посетить ВУЗ и подали заявки еще осенью. Затем – процедура оформления въезда. Для многих это еще и уникальная возможность посмотреть закрытый город. Кстати, День открытых дверей для иногородних – это единственная возможность привезти сюда родителей. Самое основное, как раз, что именно родители тоже могут приехать в этот день вместе со своим ребенком и посмотреть данный город. Потому что, когда уже ребенок поступит, станет студентом Саровского физико-технического института, в этом случае уже родители не смогут приехать. Родители смогут приехать только тогда, когда он закончит институт, устроится в городообразовующее предприятие «РФИАЦМИЕВ», будет работать, только после этого он может привезти сюда своих родителей. Поэтому у них есть возможность посмотреть, куда они могут отправить своего ребенка. Нижегородский центр «Одаренных детей» впервые принял участие вне открытых дверей САРФТИ. Для многих ребят это вообще был первый день открытых дверей университета, который они посетили. В ЦОДе учатся школьники с разных уголков нашей области, поступают туда после сдачи сложных экзаменов. День, проведенный в Сарове и в институте, принес им массу впечатлений. Мне очень понравился город, тихий, ухоженный, отличается от многих других городов. Например, Нижний Новгород оживленный, а Саров – полная его противоположность. Мне очень понравилось приезжать по улицам, так тихо, спокойно, красиво. Мы познакомили с структурой администрации как раз-таки вуза и также рассказали, что будет на данных факультетах. Познакомили с жизнью студентов, мне кажется, это очень самое главное, потому что, как говорится, учиться нужно, но также еще от учебы нужно отдыхать, чтобы не перегореть. Нам рассказали, какие есть дополнительные образования, то есть дополнительные кружки секций, и очень понравилось. Он для меня показался городом контрастов, потому что находишься в одном месте. С одной стороны лес, а с другой стороны ТЦ. Это крутой день сегодня, потому что это первый вуз, который я посетила, и я рассматриваю его как вуз для поступления. Ремонт здесь очень красивый, все дружелюбные, здороваются, воспитанные. Очень приятно побывать в таком месте. В главном корпусе вуза абитуриентов поводили по факультетам и мы познакомились с деканами. На каждую встречу отводилось по 10-15 минут. Но гости из Центра одаренных детей вышли за все регламенты на мастер-классе Петра Кузнецова. Петр Германович показал ребятам физические опыты. Вообще физика – это основополагающая дисциплина, которую изучают все студенты вуза. Первое, что я хочу показать, что физика – это не какая-то скучная наука, а это то, что вокруг нас окружает. И все мы подчиняемся в той или иной мере этим законам физики. И я стараюсь продемонстрировать те занимательные опыты, которые действительно показывают физику, понимание физики, ну и стараюсь с ними беседовать на данной теме. Судить об уровне подготовки абитуриентов пока рано. Однако, как отмечает Петр Германович, на выпускниках этого года сказалось пандемии. Они миновали аттестацию в девятом классе. Плюс на их долю как раз выпало введение дистанционного обучения во время первой волны ковида. У меня было бы три группы прошли уже, и в друг группах, то есть были достаточно сильные умные дети, которые действительно задавали вопросы, но как только начинаешь чуть поглубже копаться, там действительно у них есть некоторые проблемы. Но интерес к физике у них есть. Как правило, многие поступают к нам, дальше они начинают заниматься. Те, которые сразу вливаются в учебный процесс, дальше принимают участие в различной научной работе, участвуют в студенческих олимпиадах, выезжаем в Москву, в НИЯУМИФИ на олимпиады, и они показывают достаточно высокие результаты. Узнать информацию о поступлении можно на сайте Саровского физико-технического института и в группе САРФТИ НИЯУМИФИ «Приемная комиссия». Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Субтитры создавал DimaTorzok